Здравствуйте! На портал Экзагет поступил вопрос. Почему евреи просили поставить царя вместо судей, как у соседних народов? По большому счету здесь есть два ответа – короткий и пространный. Короткий отсылает нас к первой книге царств, к восьмой ее главе. Это определенного рода конфликт между последним из судей израильских, пророком Самуилом, и народом израильским. А правильное даже сказать не между Самуилом и народом, а между детьми Самуилом и собственно народом. На том этапе, когда этот ярчайший пророк и один из самых известных судей израильских состарился, к нему пришла народная депутация со следующими словами. Итак, можем даже шире, начав с самого начала восьмой главы. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих, судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авея. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили привратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму и сказали ему, «Вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово «Сие Самуилу», когда они сказали «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. Здесь мы видим, что на огромном контрасте между праведным, благочестивым и абсолютно преданным Богу Самуилом, человеком, который кроме своих религиозных качеств обладает, по всей видимости, еще и исключительными административными, то есть, по всей видимости, он всегда судит как раз праведный суд. Дети его не пошли в отца. Ввиду этого Израиль не хотел видеть над собою такого рода правителей. Отсюда и требования царя. Но шире мы можем сказать, что вот эта логика наличия или отсутствия царской власти хорошо описывается рядом фрагментов из книги судей и иногда даже из более ранних текстов. Одним из, ну скажем так, условий, в которые поставляет Бог Израиль на тех территориях, которые он дает ему, является условие неопределенности. Я уж извиняюсь, но мы не можем с вами не заметить, что Израиль это одна из немногих стран ближневосточного региона, которая не обладает ни нефтяными запасами, ни сколь-либо существенными запасами хоть чего бы-нибудь. Нужно заметить, что и для того момента времени, когда нефть не играл никакой роли, Израиль находился в подобной же ситуации. Бог, устанавливая для него эту землю, оговорил, почему он делает именно так. Он вывел его из долины Великой реки, из долины, собственно, Нильской. Сосед его, Вавилон, тоже развивался в долинах Великих рек между Тигром и Ефратом. И та, и другая политическая система были абсолютными деспотиями, то есть вот такими как бы исключительно жесткими монархическими схемами, по той простой причине, что все условия этому способствовали. Огромный прирост зерна, увеличение числа людей, постоянство в аграрном цикле, то есть каждый год происходит разлив Нила, каждый год мы снимаем огромный урожай. Все у нас в руках и под контролем. Мы можем планировать, загадывать, решать, строить и делать другие вещи. Бог поставляет Израиль на те территории, где нет Великих рек, и отдельно об этом говорит. И указывает, что условием его благополучного пребывания на этой земле является соблюдение завета договора с Богом. Потому что, об этом нам говорит книга Второзакония, если ты будешь ходить путями моими, и дальше идет перечисление огромного числа благословений, среди которых одно из основных, я пошлю тебе дождь, ранний и поздний. То есть историческое и экономическая судьба Израиля целиком находится в руке Божьей. В политическом ключе все точно так же. Судьи не являются, собственно, в прямом смысле какими-то однозначными управляющими Израилем. То есть это не президенты, не премьер-министры и даже не цари. Отсюда, собственно, вот это такое даже своеобразное название. Они призваны как кризисные менеджеры, которые в какой-то крайне узловой, сложный момент израильской истории призываются Богом для того, чтобы помочь раскаявшемуся в своих грехах народу. Как правило, после завершения земной истории каждого из этих судей Израиль возвращается куда-то обратно и встает вопрос о появлении такого нового судей. Вот все это, вся эта нестабильность во всех смыслах слова угнетает людей. Хочется иметь абсолютное постоянство. Была бы возможность, можно было бы растащить реку Иордан на иррогационные сооружения, так бы и сделали, не хотели бы зависеть от дождей, которые посылает Бог. Но если так нельзя сделать с Иорданом, так можно сделать хотя бы с политической системой и, соответственно, поставить четкую, понятную, однозначную династию, которая из века в век будет править Израилем, а не Бог. Потому что Бог и не поставляет такого рода царя, имея в виду, что он сам вот таким харизматическим способом управляет Израилем. Нам кажется, что библейский текст и религии из него проистекающие, ну, например, в нашем случае непосредственно христианство, очень благоволят, например, монархическим формам власти. Но прямо в этой же восьмой главе, с которой мы начали ответ, мы видим такого рода отповедь, даваемую пророком Самуилом от самой идеи царя, что не можем не удивиться. Обратимся к главе. «И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал». То есть это даже не только и не столько соображение самого судьи, сколько откровение Божие по этому поводу. То есть от чего Бог предупреждает. «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысячи начальниками и пятидесяти начальниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет 10 часть, и сами вы будете ему рабами, и восстянаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас, царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши. Так и случилось. В конечном итоге еще раз подытожу. У этой истории есть конкретное измерение, нежелание видеть детей Самуила среди управляющих Израилем, но по большому счету за этим стоит большая история, желание взять в свои руки контроль над своей и над общественной жизнью, не оставаться в сложной, подвешенной состоянии постоянного завета с Богом, то есть моральных категорий, которыми опосредуются, от которых зависят социальные, политические, экономические, а желание жить как хочется, и при этом находиться в благополучии, как соседние народы. Но у общины Божией, которая находится в завете с Богом, так никогда не получалось. Собственно, примером тому будет вся дальнейшая история. Если Саул и Давид еще не войдут в ту пору, о которой говорит, например, Самуил, то сын Давида, Соломон, буквально в каждой строке совпадает с тем негативным описанием, которое дает здесь Господь через уста своего последнего судей.